Приветствую всех на своем канале, с вами Мангус и мы продолжаем с вами проходить кампанию в игре Анна 1404. Кардинал Луций. От одного упоминания этого имени человеческие сердца трепетали, а голоса падали до шепота. Говорили, оглядываясь по сторонам, что для достижения своих целей он не остановится ни перед чем. Может, такой человек и нужен был императору в роли командующего крестовым походом? Или же Луций получил свои полномочия бесчестным путем? Пока весь мир терялся в догадках, кардинал уже вовсю начал приготовление, замыслил и развернул строительство порта, из которого вскоре должен был отплыть на восток гигантский флот, чтобы завоевать землю обетованную. Поручаю вам почетную обязанность построить порт для моего войска. Оттуда отплывет наш флот и со святым благословением сокрушит нечистых сарацин. Но, мой господин, это меня, одного меня вам следует благодарить за то, что все приготовления прошли так гладко. Позвольте мне, вашему верному слуге и дальше заботиться обо всем. Вот такой вот у нас кардинальчик с красными глазами, как у кровопийцы, вампира чем-то похож. Вы слышали его преосвященство? Я тут главный. Но не беспокойтесь, черная работа для вас у меня всегда найдется. Итак, глава 3. Отплытие в землю обетованную. Что вы тут расселись? Ну-ка, живо, постройте контору, чтобы мы могли складировать туда товары для постройки порта. Так, нам надо будет освоить остров Порт Сакрал на юго-западе и построить там конторку. Ну, это мы чуть попозже сделаем. Так, вот наш кораблик. Туда его пока чуть-чуть в сторонку отодвинем. Так, давайте еще чуть-чуть. Ага. Сейчас мы сразу его туда отметим. Все. Давайте посмотрим наш остров. Так, это наш остров. Давайте тут отменим пока что. Чтоб они сами себя не улучшали. Что тут у нас получается? По пище у нас вроде все хватает. Сидора хватает. Одежды им хватает. Вроде все пока им хватает, да? Можно налоги им чуть-чуть поднять. Также этим тоже все хватает. Христианам тоже можно немножко поднять налоги. Так, смотрим, что у нас тут еще на острове имеется. Угу. Так, у нас конопля выращивается. Сидор. Лесопилка. Еще одна лесопилка. Я не знаю, нам будет хватать двух лесопилок. Или еще одну построить. Давайте, наверное, сразу еще одну лесопилочку построим. Я думаю, где-нибудь вот тут вот мы ее и построим. Так вот. Пойдем дорогу. Все. Так. Вот такой вот остров у нас. Ну, в принципе, место ездя построится. Если нужно будет. Так, давайте пробежимся по другим островам. Начнем вот с этого. Так. Тут, я так понимаю, наша конторка стоит, да? Да. Так, что тут у нас есть? Месторождение железа. Месторождение камня. Тут камень есть. Ну, вроде больше как ничего тут нету, да? Так, а это что у нас? А, это у нас тут брат Хиларий. Понятно. Так, у него можно купить инструменты и дерево. Давайте, наверное, сразу купим у него. Сперва перекушу, а потом в дорогу. Потому что, скорее всего, будем добывать тут камень, железо. Чтоб у нас это все было. Так, следующий остров у нас. Неведомо множество мирных способов обратить неверных к истинному Вову. Например, хорошей едой и обильными возлияниями. Но кто меня спрашивает? Да, он постоянно говорит о еде. Такой любитель поесть. Так, тут у нас... Тоже островок. Кто тут у нас проживает? Готовка к крестовому походу проведена отлично. Но войско моих рыцарей оказалось куда больше, чем я смела и мечтать. Мне нужны полотняные рясы. Каждый должен получить новое одеяние для нового начинания. Тут у нас Мари Д'Артуа. Понятно. Ей уже надо 10 тряс привезти. Так, тут у нее тоже камень имеется, железо. Да, у нее такой островок. Тоже немаленький. Понятно. Так, следующий остров у нас... Ну, я так понял, это... Нордберга нашего. Да, вот у него до сих пор собор тут строится. Опять, наверное, ему что-то там надо будет возить. Государь всегда говорил о мирной торговле и связях с Востоком. А теперь мы идем войной на Сарацин. Необычайно, правда. Угу. Понятно. А я уж и забыл, как трудная дорога вниз в долину. Так, это мы купили там инструменты. Так, у него, кстати, можно тоже будет купить инструменты на первое время. И я думаю, даже можно будет трясы купить и отвезти этой Марии. Ну, хотя мы глянем, что у нас на острове. Так, у него город точно такой же, да? Он ничем не меняется. Понятно. Давайте так, следующий остров у нас. А, ну это, я так понял, тоже его остров. Это где он камень добывает. Да, Форкас тоже нагрузил кучу дел по подготовке к войне. Почему вы не добываете камень сами? Ваш остров на северо-западе подойдет для этого идеально. Понятно. Как я говорил, там наш остров тоже сможем добывать камень там. Так, это, что у нас за остров? Пошевеливайтесь, ясно вам? Или вы хотите, чтобы я доложил кардиналу о вашей никчемности? Так, ну это остров Гайфоркаса, да? Так, тут он уже вовсю ведет подготовку к крестовому походу. Тут у него отряды всякие создаются. Вернее, уже созданы. Крепость стоит, вот она. Все у него тут отлично. Башенки, понятно. Так, вот это, что у нас за остров? А вот это у нас как раз порт Сакралы есть. Это нам надо будет тут контору построить, да? Тут у нас ничего нету. Только два отряда стоят. Так, и тут какой-то еще маленький островок. Что-то тут ничего нету. Не перегружайте ваш слабенький у Мишка делами, которые ему не понять. Ну какой дерзкий. Отшил нас прям по красоте. Чтоб мы сюда нос свой не сували. Не знаю, для чего ему этот остров. Ну ладно. Итак, давайте начнем. Нам надо освоить остров и построить на нем контору. Давайте смотреть, что нам нужно для конторы. Нам нужно три дерева и два инструмента. Хорошо. Загружаем. Три дерева и два инструмента. Так-с. И поплыли вот сюда. Ну куда-нибудь сюда. Построим тут конторку. Так, что там у тебя? Рясы накопились. Рясы накопились. Но он видать ими торгует этими рясами. По крайней мере. По крайней мере инструменты мы у него точно купим. Но я думаю и рясы купим. И ей отвезем. Так, а у нас что по рясам? А, у нас тоже рясы есть. Ну или у себя рясы. Возьмем. У нас пока что тут все нормально. Можно пока в принципе и не строиться, да? Прибыль у нас в принципе неплохая. Так, наш кораблик приплыл. Давайте конторку. Ну я не знаю, давайте. Ну вот тут ее поставим. О, наконец-то вы разродились. Теперь мы можем приступить к постройке порта. Для порта, что станет отправной точкой крестовому воинству, несомненно нужна контора начальника. Ну, вам что, два раза повторять надо? Так, значит, контора начальника порта должна быть целиком из камня. Постойте-ка, а уж не месторождение ли камня я видел, когда ездил на исповедь к брату Хиларию в горный монастырь? Хм. Все готово. Корабль для крестоносцев снаряжен. Да защитит и да благословит Господь тех, кто готов сражаться за истинную веру. Как у тебя готово, если мы тебе еще даже рясы не привезли? Так, ну наш кораблик мы отправляем куда? Ну, к Нордбергу. За инструментами и за рясами. Наверное, сразу ей отвезем. Выполним. Так, что нам по заданиям? Построй хижину каменотеса на острове Хагенберг. Ну это вот тут вот, да? Так, у нас как раз тут мы же закупили. Так, и древесину, и инструменты у него. Давайте построим. Нет, только сначала, наверное, я построю рынок. Рынок. Вот тут вот. Даже вот тут вот я его поставлю. В угол. В углу. Да, вот тут поставим мы рынок. И вот тут мы поставим нашего каменотеса. Как, может, я смогу купить у вас излишки камня для строительства моего собора? Разумеется, только после постройки порта. Да, без проблем. Минуты и задержки в строительстве порта терпение форкаса будет иссякать. Советую вам построить корабль. Так вы сможете быстрее перевозить товары с одного места на другое. Вы производите судовые канаты и древесину. Не хватает только верфи. Вот. На берегу вашего острова еще хватит для нее места. Так, понятно. Нам надо будет верфь построить, построить малый торговый корабль. А что там у нас? Корабль доплыл. Где наш кораблик? Наш кораблик. Я с удовольствием буду торговать с вами. Я регулярно получаю. Так, нам нужны будут инструменты. И десяточек ткани мы это все покупаем. И поплывем ткань, отвезем нашей море. Так, давайте посмотрим, что у нас тут на острове. Так, дерево у нас уже накоплено, да? Так, у нас канатов много. Давайте продавать канаты. Вообще, канаты в этой игре такой хороший ресурс, который можно продавать. Он быстро на него можно выйти. Тего кажется, горожане только нужны. И стоит так немало. Ну, в общем, как ресурс хороший. Он для продажи. Чтобы пополнять наши деньги. Так, это что у нас? А, канаты. Ну, канаты будем продавать. Все нормально. Так, я хотел заняться вот этим островом, да? Слава Всевышнему! Вы наконец-то привезли мне рясы! Благодарю вас! Эта одежда превосходна! Рыцари будут носить ее с честью! Боже милосердный! Как же много рыцарей хотят отвоевать землю обетованную! Нам нужно больше кораблей! Умоляю вас! Помогите мне в этой важной задаче! Так, ей надо будет еще 40 тонн древесины. Ну, это мы привезем, древесина у нас добывается неплохо так. Мы просто сюда выгрузим инструменты наши, наши инструменты и начнем тут потихонечку дальше строиться. Так, чтоб нам выйти в инструменты нам нужно будет поставить железный рудник. Я думаю мы его сразу тут сейчас поставим. Добыча железной руды первый важный шаг к производству железа. Так, рудник мы поставили, теперь нам нужен уголь. Для этого нам нужна опять древесина. Что тут у тебя с древесиной есть? Давай мы тебе ее все купим. Не хочу я тут ставить лесопилку. Вот 26 монет они так уж и много. отлично. корабль приплыл. Выгружаем тут инструмент. Инструмент выгружаем. И так, а нам чтоб построить вещь тут. Малый склад, контора начальника, Малая вещь. Нам как раз тут надо будет четыре камня. Четыре камня нам надо будет, весь камень отсюда заберем и поплывем сюда за древесиной, чтоб море отвезти. Заодно выгрузим камень и построим тут нашу как там называется ну верфь в общем наш где мы можем строить корабли. тут пока что все у нас отлично идет все хорошо думаю пока они тут ни в чем не нуждаются да все у них тут есть все пока нормально так что тут у нас дерево 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 ага вот везут они долго не едут конечно все доставили нам древесину так давайте строить хижину угольщика но я думаю где-то тут мы поставим приступил к работе великолепно так дорога теперь нам надо будет построить доминую печь ну тут опять камни нужны будут камни подождем пока они там добудутся так тут мы камни выгружаем и нам так у нас 40 древесины всего да давайте мы наверное сначала верфь построим малую да построим тут верфь же это у нас малая верфь да мы тут с вами и построим так отлично теперь нам надо еще древесины подкопить и отвезти нашей мари так хорошо так канат у нас покупают пока что отлично с прибылью у нас все пока что нормально так ну что тут камушек накопили уже нет да есть немного камня можно поставить нам доминую печь ну и бахнем бахнем наверное да тут мы поставим я смотрю ваша дом надо строена так ну и останется нам построить два инструментальных цеха потому что у нас домина одна доминная печь обслуживает как раз таки вот наши два инструментальных цеха только нам надо 16 древесины у нас 5 есть надо еще один он еще не вернулся что ли ладно подождем немножко что тут у нас древесиной так тут древесина у нас уже имеется мы ее сюда тогда загружаем и отвозим нашей к мари так все это мы отвезли так давайте посмотрим что нам надо на это контору начальника порта так нам нужно будет дерево инструменты и 14 камня понятно я думаю надо будет кораблик создать как раз нам по заданию потом создадим маршрут торговый и будем туда все в конторку нашу поставлять только тут осталось накопить 15 дерева это сейчас у нас накопится тут у нас что с деревом ага мы можем купить но мне мне бы 11 мне бы 11 дерево или лесопилку уже поставить а потом ее просто удалить да и все не хочется мне сюда дерево везти 11 было у него дерево было хорошо исполните ли вы волю божью да теперь я могу построить больше кораблей я буду вечно вам благодарна так она нам дала один молоток корабельного плотника давайте глянем что это у нас означает снижает стоимость постройки кораблей в поселении только досок он проворотил в гордые корабли не сосчитать сниженная стоимость материалов 50% ага ну значит мы его увезем сюда в порт сейчас выгрузим нет извиняюсь не сюда сюда моего и как раз у нас когда стоимость кораблей упадет и она будет не 15 древесины а там 7 или 8 отлично почему нет все хорошо так тебя древесина еще появилась нет во появилась все покупаем древесину и нам вроде как тут больше ничего не надо будет да с древесиной но если только еще камень построить еще еще одного камня теса но это если чем мы потом у него докупим если понадобится камень в больших количествах ну думаю одна шахта будет справляться не знаю так кораблик кораблик наш день ага он уже подплывает вот у нас нашему острову и сейчас мы это все выгрузим так вот так мы выгружаем выгружаем тут вроде нам пока что ничего не надо так и он должен нас да вот сюда встал у нас три ячеечки отлично и теперь кораблик наш да был 15 дел стал 8 отлично строим один кораблик ты у нас я не знаю ну поплавай сюда пока в угол поплыви поисследуй все так там нам привезли дерево отлично можно построить уже так а что у нас по железу железо имеется железо имеется камень имеется да так хорошо так один наверное мы вот тут построим инструментальный всегда вот так один где-нибудь вот тут чудесно первые инструменты уже в работе чудесная новость с вашего позволения я бы посоветовал вам проложить торговый путь для транспортировки камня форкас навалил на вас столько что у вас наверняка есть более важные вопросы требующие вашего внимания так торговый путь нам надо создать сейчас мы создадим так кораблик у нас уже есть магеллан называется так нам надо туда получается камень инструменты и древесину и древесину так где у нас планирование маршрута да вот у нас можно создать маршрут тогда получается мы плывем отсюда погрузка да это разгрузка так тогда мы тут загружаем инструменты также мы тут загружаем камень потом мы плывем сюда плывем сюда тут мы выгружаем выгружаем наши инструменты только мы их будем выгружать ну наверное вот так вот 10 тонн сюда потом мы также будем тут выгружать камень также наверное 10 тонн поставим и будем загружать тут дерево дерево только деревом будем загружать штучек 20 наверное да вот так вот и потом вот это все остальное мы будем тут выгружать на этом мусоре будем выгружать инструмент будем выгружать камень оставшийся и будем выгружать древесину так добавить корабль у нас там магеллан отлично все вот он наш кораблик магеллан поплыл создали мы торговый путь червали капитана чудесно теперь вы можете заняться более важными делами отлично так вот он наш кораблик поплыл да да давайте его вот сюда назначим чтоб мы видели а че у нас так плывает тут нельзя проплыть наверно там наверное было вот тут построить да где-нибудь ну ладно уже где построили там построили просто чуть дольше он будет плавать так нам надо построить контору начальника порта ну все он сейчас у нас будет тут загружать наши ресурсы что у нас по ресурсам а у нас вот тут 25 инструментов 17 камней имеется отлично да думаю не будем мы вторую шахту строить и так пойдет задание вроде мы все повыполняли давайте глянем еще раз что тут у нас по заданиям поведу авангард крестового воинства я ежедневно молю я всевышнего чтобы укрепил меня и дал мне сил для такой великой задачи я так страшно так не хочет она вам давать задания ангард ангард наш ничего нам не хочет предложить говорил о мирной торговле и связях с востоком а теперь мы идем войной на сарацин необычайно правда так автосохранение прошло понятно никто нам ничего не хочет давать из заданий что тут у нас прибыль у нас падает прибыль падает поэтому давайте наверное построим еще немножко домиков крестьянских да давайте тут построим тут 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 ну я не знаю давайте ааа они туда построили что у нас там с древесиной есть еще древесина есть тут построим тут и вот тут думаю пока этого хватит так только тут дорога надо все обвести потом тут обвести дорогой ну думаю пока что хватит да если что мы их потом еще даже по улучшаем потому что нам древесину туда надо будет еще на этот остров отвезти канаты как хорошо нас покупают просто отлично так тут у нас 8 инструментов два камня так о чем мы по маршруту там отметили а ну да мы будем тут выгружать инструменты и камень все так что у нас тоже это все появится а где наш корабль подплывает уже наш корабль все отлично пока что ну прибыль более менее нормально ну что ребята на этом я наверное эту серию закончу чтобы не сильно большую серию не делать следующей серии мы продолжим спасибо всем за просмотр всем кому понравилось ставьте палец вверх не забывайте подписываться на канал а я с вами прощаюсь всем пока пока